Привет зрители, сейчас будет пополнение плейлиста, обзор еды и бытовухи. Еды нет, есть бытовуха. Я зашла в один магазин, вообще я сегодня ездила в Добрене, чтобы купить батарейку в свои весы кухонные, которые от грамма до 5 килограмм. Там что-то она видать, за 5 лет она решила помереть, 5 лет она прослужила, у меня есть, начала чуть-чуть глючить, я подняла, что наверное надо купить батарейку, заменить ее, потому что фиг знает этот Новый год, сглючится у меня это весы, а мне приспичить что-нибудь срочно приготовить, а тут ну никак точно не выйдет. В общем, я в этот магазин заходила в начале года, где-то там в районе своего дня рождения, мне что-то там денежок подарили, все кому не лень, все, кто ударили, спасибо. И я купила там себе, помню, форму какую-то для выпечки, еще что-то, что-то я там путного покупала, в этот раз я нашла даже то, чего не надеялась найти. Мне вообще надо было фиговину, как бы вяло так, надо было пару фиговинок. Одну-то, возможно, я по ошибке выкинула, после того, как переезжала сюда, думая, что оно мне не пригодится, точнее, скорее всего, дала кому-то там. Одну мне тупо надо было, потому что я поняла, что вот, ну, надо ее. Лимон-матик. Штуковина для выдавливания сока из лимона. Думаю, что подойдет какие-нибудь небольшие апельсины там. А вот только лимоны теперь покупать не совсем малюсенькие, я иногда так покупаю, у меня там один рейд такой. 80 рублей, по-моему, такая штуковина. Там была белая, и вот и желтенькая. Я решила, что пусть будет желтенькая. Вот крышечка. Никогда вообще такими штуками не пользовалась. Сюда, видимо, ставится лимончика половинка. А отсюда вам выливается, прям как елочная игрушка практически. Себа. Название, звездочки такие. В общем, у меня теперь есть штука для лимонного сока. Потому что иногда вот надо лимонный сок, а его вот... Ну, силы даже у меня не хватает его выдавить. А ложкой тоже как-то, и там еще всякие семечки попадаются эти. В общем, отличная штука. Еще там, видимо, пред Новогодом какие-то скидки мне. Потому что я 657, по-моему, за все это отдала. У меня выходило 700 чем, но мне сказали, ну, а без скидки так-то, а за скидкой вот так-то. И они принимают оплату картой. Это вообще вот внутри Добрыни, там практически рядом, можно сказать, по углу от тех людей, которые часами торгуют. Ну, и батарейками. А еще мне очень надо было штуку. Я не могла ее нигде найти на зоне. Что-то она 320 была, мне душила жаба. Потом как бы она придет, я говорю, не проверишь. И если вдруг она не работает, придется ее обратно отсылать. И это же геморр лишний. А тут при мне проверили. Тут бумажка какая-то. Видать, инструкция по применению. Мне давно-давно была. Потом была еще давно. Но когда сюда переехала, мне тут выдали такую халявную зажигалку, но она умерла. Я тут пользовала спичками, этими газовыми все, зажигалками. Ну, их задолбаешься покупать раз в месяц. А последний раз, когда покупала две сразу про запасную, думаю, чтоб не бегать. Они вообще как-то быстро умерли. Паспорт и рукородство по эксплуатации зажигалка электричества. Типа э, з, тире, два. Тиш на пианино придумал. На слегка побольше, чем все, которые у меня были. Тиша в кадре появился. Тиша, не вздумай елку шарахать. Мы с тобой договорились. Я сниму пару роликов, потом тебе дам игрушечку. В общем, вот такая вот хренатень. Сюда нажимается. Отсюда оно пшикает, и можно включать газовую плиту. 200 рублей, там еще розовая была. Я увидела, думаю, о, надо купить. Потом, мне надо было штуку, у меня похожая была, но она от задавности лет сдохла. Когда я сюда уже переехала, я поняла, что она уже, ну, ее уже дедушка там делал, еще при бабушке, еще 100 лет назад. Мне 200. И, как бы, ну, нет у меня прихватника, чтобы сковороду так, цап и все. Я купила какой-то у нас в люксе, такой дурацкий вообще совершенно. Мне еще сказали, да, такой удобный, очень неудобный. Там похожий был, но более удобный. Но мне хотелось вот такой, точнее, я его увидела. Он какой-то, правда, как бы слабенький. Но, может, это так и должно быть. Я его попробовала там на других. Говорит, хотите, попробуйте. Он тут, типа, на сковородах. А есть чугунные. Но оно держит реально так вот, хватает. И вот, по-моему, он 150 рублей или 140, я что-то, честно, не помню. Во. Вот оно. Вот такая штуковина. Тише она заинтересовалась. Третья штуковина. Я, походу, сделала тут 5 штуковин. Я просто пришла домой. Думаю, а что, хотя бы я там вообще купила. И вот четвертая штуковина. Мультификцион. Мне тут задарили печень. Сказали, вот, подолбишь ее такой фигней. И вот оказалось, у меня такое ощущение, что я эту фигню как раз вот отдала. Потому что я не думала, что буду когда-то вот это долбить. Я вообще не думала, что готовить буду. А то у меня что-то внезапно вот. И такие штуки я видела, но как-то вот разные. Думаю, что с ними делать. Оказывается, вот это та самая штука. Тут даже инструкция по применению в картинках. Отдолбить мясом. А, это какая она? Бывает еще, в общем, тут сиреневая. Точнее, фиолетовая. Такая, как у меня. Белая и черная. Там была какая-то еще другая на витрине. Ну, мне сказали, что зеленая есть. Ну, я думаю, давайте зеленую. Как раз вот это у меня там кухня такая слегка зеленая. Я так поняла, что вот эта штука, она... А нет, она на нее, через нее долбится. Я думала, что эта штука просто защищает, проходит. Ну, короче, а что я тут торможу? Я же могу ее вскрыть. Я ее вскрываю. Как ее достать-то теперь? В общем, я думала, что эта хрень вот... Во, слушайте, люди, она вот так вот делается. То бишь, когда в мясо вот эти палки вбиваются, то вот эта белая штучка, она туда проходит. И она, кажется, на палочке там держится. Я думала, она как-то снимается. Я думаю, люди, которые хорошо с готовкой, с мясом управляются, и вообще намного более профессиональные в кулинарии, чем я. Я-то тупо экспериментатор. Словят малую попобой. Вы меня простите, люди, если вы это словите. Хотя нет, не прощайте. Просто поражите, блин, вот... Бывают такие лёли, которые... Слушайте, а у нее звуки какие-то. Вы, может, это от них мурашки будете ловить? Если будете ловить, я вам даже поскреблю. Короче, вот мне надо было такую штуку, я купила ее. Сделано в чине. Вот со странами у меня всегда как-то этот... Напряг. Я не помню... Половину флагов я тупо не знаю. Половину флагов я не помню. Канкоку, Юбинкоку, хрен знает. Канкоку вроде как этот... Южная Корея, ну, короче, какая-то Корея. Вот эту штуку мне надо было. Мне на самом деле она была. Когда я еще в том году собиралась сюда переезжать и собирала вещи. И даже нашла в позатом году эту штуку. Такую штуку. Ну, что это такое? У меня тюня говорит, она такая полезная, нужная штука. Я думаю, хорошо, пусть останется со мной. И вот была у меня такая подруга на мое счастье. И на свою дырю она ко мне в этом году не пришла. Короче, эта подруга, надеюсь, отвалится благополучно. Из тех людей, которые вроде как бы, как у меня одна знакомая говорит, из контакта, допустим, из няшных друзиков, не удалить, потому что говна много пойдет в вашу сторону. Но если само удаляется, такое счастье. Короче, была у меня одна подруга. Я подозреваю, что вот те сапоги, которые у меня были сильные в прошлом году, я их не нашла и вообще до сих пор найти не могу. Она мне потом сказали еще, типа, а тебе что, жалко что ли? Короче, та дама, которая скоммунизила мои сапоги зимние, подозреваю, скоммунизила не только кучу всякой нужной для меня мелочи, но и вот такой вот шприц советский. Потому что там очень такой хороший, качественный был советский шприц металлический. И я помню, что я его сюда перевозила. Я помню даже, что мы вместе с ней вещи разбирали какие-то. Но я не могу его нигде найти. В общем, все, что я... Вот там несколько пакетов, конечно, есть, вот надо разобрать, но там нету шприца вообще. Там такие пакеты, которые вот... Всякая бумага там, еще что-то, пластинки всякие, виниловые. А шприца на эту... Меня этот факт очень огорчил, когда я поняла, что, видимо, они тоже... Он тоже ушел вместе с сапогами. И я все думала купить, но что-то вот смотрела, фикси какие-то непонятные. Где-то какие-то пакетики. Там, кстати, были такие вот пакетики, даже отдельные пакетики. Но я не знаю, как этими пакетиками, Тиша, не наглей, пользоваться. И с продавщицей мы пришли к выводу, что металлические шприцы все-таки более надежные. Уйди. У меня даже нечем тебе таким воняющим нос сунуть, чтобы ты свалил. Но ведь, смотрите, он ее еще ни разу не уронил, елку наряженную. Я думала, ночью проснусь, и она упала. Ах, такого не случилось. То есть так, тут у нас четыре страны. Декоратор. Металлический. Метал айронмен. Тут такой чувак нарисован. Тут, короче, четыре насадки. На одной там что-то пять было насадок, на другой чуть ли не двенадцать. На пластиковые. Ну, нахрен мне эти столько насадок. Мне тупо вот безе, допустим, подавить. Что-то ведь еще им делают. Сейчас, кстати, мы его всекроем. По-моему, вот он сто сорок стоил. Ой, блин. Давай, слушай, штуковина. Дай мне тебя открыть. Может, конечно, надо было с ножичком это все сделать. И тут еще какая-то лопаточка, но я как-то не вкурила. Для чего она? Наверное, надо было сказать, не догнала. Потому что я же не курю. Хоть и не вкурила. В общем, лопаточка для чего-то. Ты ее все-таки уронил, гад ползучий. Вот в прямом эфире практически уронили елку. Вот с тремя такими хренотенями. С пятью такими хренотенями. И такая вот как... Я буду ее куда-нибудь приспособить, положить. Ой-ой-ой, не падай. Видимо, вот эта штука откручивается. А, кружочек откручивается, и в него вставляется... Можно поменять вот эту штучку. И вот сюда вставляется. Ух ты, круто. Что я тут откручиваю, в камеру-то не показываю. Вы спросите, почему я ее не могу поднять, да? Я потом нажму на кнопочку выключения и подниму. Елку уже без камеры. Так. О! И вот это, наверное, тоже как-то снимается. Но это я уже потом сниму. А то у меня тут животное все-таки принаглело. Палочку эту тоже сюда положу. Я когда смонтирую, этот ролик выйдет на канал. Если я к тому времени еще не буду знать, что это такое, вы мне скажите в каменты. Ну, на всякий случай, в камеру скажите, даже если я уже и знать буду. Так. Берем пока обратно это все в пакете. Мясо-давилка. Пиговина. Может, конечно, где-то дешевле это все можно было найти, но вот такую штуку я нигде у нас в городе не видела. Где ее конкретно привозят стабильно, когда я на велике ездила, мне говорили, еще не привезли, а когда привезут, не знаю. Так что вот, в общем, вот у нас тут елка. Так-то я сидела, ее особо не было видно. А теперь благодаря Тише ее видно. Первое падение елки в этом году. не в этом году, а именно в этот раз за ее установление. Тише, ну ты вообще наглая животное такое. Ой-ой-ой. Ты что мячишь-то? Эй, я тебе хотела в камеру показать. Он смотрит на меня. Еще так сидел, что вот уже еще чуть-чуть и снесет мне этот самый мой штатив. Короче, всем спасибо за просмотр, всем новогоднего настроения, если у вас его еще нету. Даже если его нету, тупо поставьте елку. Я его тут внезапно поставила вчера. Хотя обычно мы 30-31 ставим всегда. Декабря. Но, видимо, стоять у меня будет месяц. Потому что обычно где-то там число 14 января она еще стоит. Не знаю, как в этом году будет. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok